Всем привет! Вы на канале Пербогов и с вами Анна Веселова. Сегодня готовим вкусный и сытный салат из куриной печени и корейской моркови. Здесь не используются сезонные продукты и поэтому приготовить его можно в любое время года. Благодаря печени салат получается сытным, огурцы дают сочности, а морковь добавляет пикантного вкуса. Этот салат хорошо подойдет для семейного ужина и для праздничного стола. Куриную печень промываем и слегка просушиваем. Срезаем пленочки и крупные кусочки разрезаем пополам. На среднем огне разогреваем масло и выкладываем печень. Обжариваем несколько минут, периодически помешивая. По желанию можно немного посолить и поперчить. Но не забывайте, что мы используем соленые огурцы и острую морковь по-корейски. Готовая печень станет светлой, тогда она будет готова. Еще крупный кусочек можно разломать, чтобы посмотреть готовность печени. Пока обжаривается печень, подготавливаем другие ингредиенты. Соленые или маринованные огурцы нарезаем тонкими полосками. А так как салат не выкладывается слоями, то все подготовленные ингредиенты сразу выкладываем в большую чашу для смешивания. Печень уже приготовилась. Отключаем подогрев и оставляем немного остыть. А тем временем маленькую луковицу нарезаем тонко полукольцами или четверть кольцами. И выкладываем к огурцам. Два вареных яйца нарезаем большими или средними кусочками. Несколько веточек петрушки мелко крошим. Часть отправляем в салат, а часть оставляем для украшения. С моркови по-корейски сливаем жидкость, а длинные кусочки разрезаем пополам. Все ее выкладываем в чашу для смешивания. У нас, кстати, на канале есть очень хороший и вкусный рецепт приготовления моркови по-корейски. После выкладываем готовую печень. Добавляем 2-3 столовые ложки майонеза или сметаны и все хорошо перемешиваем. Готовый салат выкладываем на блюдо для подачи или в салатник. Сверху присыпаем зеленью и подаем на стол. Вкусный и сытный салат готов. Как вы заметили, он готовится просто и из доступных продуктов. Все ингредиенты хорошо сочетаются. Здесь есть и остринка, и пикантный вкус. Такой рецепт стоит добавить в копилку рецептов. А я хочу напомнить, что у нас есть хорошие рецепты приготовления моркови по-корейски, печеночных рулетиков с разными начинками, печеночного тортика и много красивых вкусных салатов. Так что у нас есть, что посмотреть и приготовить. А я обгудую вас за внимание. Спасибо, что были со мной. Пишите комментарии, ставьте класс, подписывайтесь, если этого еще не сделали. И как всегда, я вам желаю все самых наилучших и вкусных блюд на кухне.